Hello guys, welcome to my channel ProEnglish, I'm Alex. Предыдущее видео было про то, как эффективно запоминать слова, как записывать, там всякие синонимы, антонимы, однокоренные слова. И многие меня спрашивают, пишут в комментариях или в личку, Alex, ты объяснил методику, это все понятно, ну а где эти слова вообще брать? Я вот нашел в гугле список слов, там 3000 слов английского языка или 500 разговорных выражений. Мне что, их прям так и учить? Хороший вопрос, как раз на него я и отвечу. Но пока мы не начали, про мой челлендж. Помните, я решил до конца года посетить 10 европейских городов? Ну, пока у меня никакого успеха нет, никуда пока не уехал, но скоро что-то будет. Да, это очень скоро произойдет, я думаю, даже следующий ролик будет уже не на фоне стены, а уже где-то в интересном месте. Ну, я надеюсь, пока не знаю точно. Какие успехи у вас, пишите в комментариях, как вы продвинулись, далеко ли продвинулись, я почитаю, очень интересно. Итак, какие слова учить, вообще откуда их брать, да, какие есть источники, как это все запоминать, записывать и так далее. Рассказываю. Я подобрал материал для двух уровней, для начинающих, у кого начальный уровень, это будет вам полезно, поэтому смотрите внимательно. И средний, то есть для среднего уровня тоже я такой фрагмент нашел из статьи CNN. Но для самых продвинутых, там выше среднего, и дальше я ничего не буду рассказывать, вы и так все знаете, я думаю, вообще мои ролики не смотрите. Потому что, ну, у меня вас нечем учить. Итак, первое, где брать слова? Как минимум, это ваш учебник английского языка. У вас же какой-то есть учебник, вы там читаете тексты, что-то там еще, диалоги делаете. Вот оттуда и берите фразы, выражения, предложения. Либо какие-то тексты в интернете, рассказы, сказки, диалоги, адаптированные книги, да, есть адаптированные книги, учебные, там, по уровням, там, начинающий, средний, выше среднего. Оттуда можно брать предложения, контекст, примеры. Либо подкасты, фильмы, сериалы, песни. То есть любой контент на английском языке. Вы читаете связанные тексты, там, не знаю, реплики героев, слушаете. Это и есть источник слов. Оттуда можно брать бесконечное число новых слов. Поняли, да? Это самое важное. Второе. Как с этим текстом, контентом работать? Сейчас покажу. Я взял фрагмент из книги для начинающих. Это адаптированная книга про Шерлока Холмса. Контекст. В общем, сидят Холмс и Ватсон, дома пьют чай, погода ужасная, вдруг какой-то мужчина стучит в дверь. Реплика Холмса. If he comes on business in this weather, it's important, said Шерлок Холмс. Come in, he called. Давайте переведем, я вам помогу. Если он пришел по делу в такую погоду, это важно. Сказал Холмс. Заходите. Он прокричал, ну или позвал. На самом деле вы должны переводить сами, но я вам помог. Итак, что мы делаем дальше? Предположим, вы какие-то слова не знаете. Допустим, if he comes, если он пришел, он в бизнес. Бизнес это что? Как бизнес предпринимательства? Ну, вряд ли. Холмс не занимается бизнесом. Он сыщик. Видимо, это другое значение слова. Открываем словарь. Например, word hunt. Очень рекомендую. В описании к этому видео будет ссылка. Открываем словарь. Вбиваем слово business. И смотрим. Оказывается, это не только бизнес, да, предпринимательство. Это еще дело, работа и другие значения. Далее вы видите фразы, выражения, примеры. Как раз то, что можно записать себе в словарь. Ну, допустим, it's none of your business. Это не твое дело. Отличная фразочка. Прям вот она в словаре была. Можете себе записать. Плюс, у нас же уже есть готовое предложение, да, зачем придумывать. If he comes on business in this weather. Вот, comes on business. On business устойчивый предлог по делу или по делам. Так и запишите, допустим, he comes on business. Или подпишитесь в словаре. Он пришел по делу. Ну, на самом деле, есть больше настоящее время. Он приходит по делу. Ну, по-русски мы больше говорим, он пришел, да, пришел по делу. Но это английский язык. Немножко тут, конечно, есть несовпадение. Тоже можно записать. I'm here on business. Да, пример из World Hunt. I'm here on business. Я здесь по делу. Видите, мы не знали слово business, перевели по словарю, записали пару примеров из словаря. И плюс из самой книжки у нас тоже есть предложение, чтобы запомнить. И, допустим, еще слово important. Предположим, вы не знаете important. Тоже вбиваем word hunt. Это что? Это важный, значительный и еще другие значения. Так и запишите. Important – это важный, значительный. Дальше, ну, как примеры. Important document – важный документ. Или important part – важная часть чего-нибудь. То есть можно просто такую маленькую фразочку записать. Она, конечно, не предложение, не полностью мысль законченная. Но даже маленькие фразочки лучше, чем просто слово important. Ну, а если нужно предложение, ну, вот в самом у нас тексте, да? It's important – это важно. То есть это есть важно. It's important – запишите. It's important – это важно. Вот готовая фраза, которую можно использовать. Ну, либо, если хочется что-то интереснее, опять же, в словаре happiness is more important than money. Счастье важнее денег. Ну, вот почему нет. Поняли, что мы делаем? Мы берем текст, неважно что там, это субтитры к фильму, к сериалу, какие-то обучающие тексты, рассказы, сказки, книги, романы. Неважно что. Мы читаем, переводим незнакомые слова, выписываем отдельно. Значение перевод, можно произношение подписать. И сразу же дописываем примеры. То есть из контекста фразы, из словаря фразы, предложения, тоже с переводом, их пытаемся запомнить. Таким образом, мы выбираем готовые шаблоны, готовые фразы, чтобы потом нам было легче это слово использовать. Не просто слово перевод, а уже готовую грамматическую такую законченную фразу или выражение. Это очень важно. Так, и теперь у нас фрагмент из статьи с сайта CNN. Очень рекомендую CNN, BBC, что угодно читайте на английском языке. СМИ – это классный источник пополнения лексики. Итак, читаем. Why is Switzerland built a two-kilometer long train? Почему Швейцария построила двухкилометровый поезд? Видите, картинку вообще жесть, да? Такой поезд, два километра. Давайте почитаем, в общем, вообще речь. Значит, то же самое. Да, алгоритм такой же. Читаем, переводим, работаем со словами, записываем правильно с примерами. On Saturday, the region continued its long tradition of expanding the limits of what is possible with an epic world record attempt. Not on snow or ice, but on rails. Давайте переведу, помогу вам, упрошу задачу. А вообще нужно самому, да? Читаем, переводим, там, прословорующим слова и так далее. Значит, в субботу регион продолжил свою давнюю традицию расширения границ возможного, да? Того, что возможно, как эпической попыткой установить мировой рекорд. Но не на снегу, не на льду, а на рельсах. Да, вот такой перевод. Значит, что мы делаем? Ну, предположим, вы не знаете слова expanding, да? Expanding. Что делаем? Word hunt. Забиваем слово, только начальная форма нужна. Expand. Expand это расширять, распространять, развивать. В общем, масса значений. Ознакомьтесь. Дальше фразочки, выражения. Опять же, записываем то, что понравится. Здесь немножко сложный контекст, поэтому можно взять из словаря. Ну, предположим. Reading helped to expand her vocabulary. Чтение помогло расширить ее словарный запас. В принципе, все довольно просто. Вот новое слово expand, нужное значение, мы записали, перевели. Или, я не знаю, еще более такой бизнес какой-то примерчик. Our trade with China is steadily expanding. Наша торговля с Китаем постоянно расширяется, то есть увеличивается. Это все примеры из word hunt. То есть, вот, поняли, да? Есть статья, там новое слово. Либо прямо из статьи берем контекст. Если он сложный, непонятный, берем более простые вещи из словаря. Так и работаем. Ну, и, предположим, еще давайте одно разберем слово attempt. Attempt это попытка. Ну, опыт, там, проба, в общем, тоже значения выписывайте несколько. И дальше фраза. To make an attempt. Предпринять попытку, там, сделать попытку. Именно to make глагол используется, запомните. И как раз сразу же полное предложение. We made an attempt to climb the mountain. Мы попытались подняться на гору. Или мы, как бы, сделали попытку подняться, предприняли попытку. В общем, перевод можно подписать. Ну, и плюс самой статье, значит, world record attempt. Попытка мирового рекорда. Тоже можете такой пример себе зафиксировать. Друзья, ну что, поняли, где брать слова? Нужен просто контент на английском языке по уровню. То, что вам подходит. Либо начальный, средний, продвинутый. Какие-то начинающие тексты, адаптированные книжки. Не знаю, диалоги, сказки. Потом уже более сложные датированные книги. Может быть, оригинал, там, Гарри Поттера вы читаете. Всевозможные учебные диалоги. Опять же, тексты, статьи на сайтах. Фильмы, сериалы, это уже более сложные. Подкасты. Для тоже изучающих язык, просто подкасты. Их миллион, да, в интернете. Находите любой контент. Да хоть посты иностранного блогера в Инстаграме или на Ютубе. Да, видео смотрите. Не важно. Главное записать реплику, предложение, новое слово, которое важное, да, которое вы учите. Еще посмотреть в словаре, как оно переводится, дополнительные фразочки, выражения. Это тоже зафиксировать себе. Добавить, я не знаю, в карточки для изучения языка, если вы в карточках занимаетесь, какие-то приложения. Либо записать себе в блокнот по старинке, там, ручкой, да. В общем, как хотите. Но главное, не изубрите слова, не учитесь списками, не нужно писать слово-перевод, а пишите фразочки, предложения, ситуации. Это поможет вам быстрее разговаривать. Потому что в этой фразе, в этом примере уже есть и грамматика, и правильные, там, не знаю, предлоги, времена, артикли, окончания. Вам не нужно будет потом думать, что там поставить. Вы уже оп, и выдали правильную, грамотную реплику. Поняли, да? Отлично. Пишите в комментариях свои примеры с, может быть, словами из сегодняшнего материала. Либо напишите любой, не знаю, свой пример, какое-то у вас недавно было новое слово. Зафиксируйте. Придумайте предложение или словаря скопируйте и запомните его. И, ребята, кто еще не подписан на мой канал, подписывайтесь. Канал называется ProEnglish. Плюс в описании к этому видео ссылки на соцсети тоже подписывайтесь. Ставьте лайки под видео. В Инстаграме скоро будут интересные сториз. Ну, надеюсь. Так что тоже подписывайтесь. See you guys really soon in the next video. Bye-bye.